Какие механизмы Вы предлагаете для того, чтобы победить коррупцию в Молдове? Такая тема, которая требует более длительного и детального обсуждения. Но для начала, скажем, вся судебная система в Молдове, она формируется политическими партиями. Если говорить о судебной власти как некой ветви власти, то это абсолютно неверно. То есть есть законодательная, исполнительная и судебная. Так вот, у нас судебная власть является инструментом, по большому счету, законодательной власти. В то же время и исполнительная, это тоже инструмент законодательной власти. Судьи в Молдове должны избираться всенародно. Есть масса примеров в мире, в других странах, где общество, граждане избирают судей. Так же они их и отзывают. То есть это слуги народа, соответственно, они должны быть подчинены гражданам, если это отдельная ветв власти. У нас же получается, что судей утверждает высший совет магистратуры, который по большому счету направлен на эту деятельность властью. То бишь граждане избрали парламент, парламентское большинство назначает судей, можно так сказать. Соответственно, эти судьи выполняют задачи, поставленные той властью, которая их назначила. Соответственно, они ангажированы, они выполняют некие поставленные задачи. И есть масса громких дел, далеко ходить не надо охота в Фалежском районе, которое спустили просто на тормозах. Получается, что у нас прокуратура, Министерство юстиции и судебная система, они пляшут под одну дудочку, и они выполняют задачи, поставленные той или иной партией. Вот это первый шаг, который необходимо изменить в части законодательства. То есть, судьи должны быть избраны народом.